Здравствуйте! Вы на канале Буханка, с вами Анна. Сегодня немного истории о значении хлеба в жизни человека. За основу взята книга Библия. А вы знали, что в Библии слово «хлеб» встречается 220 раз? В Библии каждое слово имеет свое значение, как прямое, так и переносное. В Писании сказано, что главная потребность для жизни – вода и хлеб. Я часто нахожу в интернете, что библейский хлеб имеет определенный рецепт, но могу с уверенностью сказать, что в Библии нет рецептов. Библия – это не кулинарная книга, но в Библии четко говорится, что хлеб делается на закваске. В одной из притчей Иисус сказал своим ученикам, «Царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». В данном примере видно, что для выпечки хлеба требуется только закваска и мука, то есть это простой хлеб без каких-либо добавок. Как пример для нас, хлеб в те времена был большой ценностью и использовался как валюта вместо денег. Хлеб использовался в религиозных обрядах, хлеб был неотъемлемой частью богослужения в храме. Предложение хлеба часто служило проявлением гостеприимства и человеческих взаимоотношений. Хлеб – это только положительные эмоции. Хлеб – дар Божий. Даже в Царстве Божием есть хлеб. Когда Бог ввел свой народ по пустыне и когда у них оставалось мало пищи, по преданию Он кормил их манной небесной, но в дословном переводе это был хлеб. Иисус рассматривает хлеб как пищу настоящего – сегодня, так и метафору будущего – хлеба в Царстве Небесном. Иисус Христос не был профессором. Чтобы объяснить простым языком людям о Боге, Иисус Христос использовал притчи, образы, сравнения, чтобы было приятно слушателям. Он объяснял глубокие истины простыми примерами. Так как хлеб был повседневной пищей, Он уподобил Слово Божие хлебу. Хлеб – основная пища человека. Если хлеб приготовлен правильно, его можно есть постоянно, каждый день, без последствий для здоровья. Бог повелевает «Идите, ешьте хлеб мой». Хлеб – один из многих библейских образов, в котором на протяжении всего Священного Писания показываются история спасения и библейское учение. Из всего следует, что хлеб на закваске – это основной продукт питания для поддержания жизни, данный Богом всем людям. От себя добавлю – пеките хлеб на закваске, и вы приобщитесь к библейской истории. С вами была Анна. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова